Сегодня разгораются споры по перевозке жителей, проживающих вдоль Транссиба. Большую озабоченность в этом проявляют ветераны железнодорожного транспорта. У нас в Бурятии живет 9 тысяч железнодорожников, которых вы лишили права бесплатного производства. Объясните, почему? Как звучит поручение главы России? Вот обратите внимание. Здесь не написано, что именно железнодорожный транспорт. Если там другого транспорта нет, тогда да, только железнодорожный транспорт. Где есть другой транспорт, это необязательно. Но не надо народ баламутить и объяснять народу неправильно. Высказываю президент России, если не устраивает движение автобусов, тогда вы, пожалуйста, Минтранс заменит маршрут и будет ходить в 8 утра. Скажете, будут ходить в 7 утра. Если скажете, не хватает автобусов, будут ходить еще автобусы. Но вот так конкретно говорить, вот именно электричка, вы же только так настроены, да? Вот электричку и все. Действительно, по оценке Минтранса республики, на основании проведенного мониторинга запускать 4 вагона электрички для 3-4 пассажиров в каждом вагоне – дорогое удовольствие. В этом случае байкальская пригородная пассажирская компания несет убытки при содержании маршрута. И главное, что затрагивает интересы всех граждан республики – вопрос снижения тарифов на пригородные перевозки. Снижение тарифов. Я думаю, на сентябрьской сессии решение депутатами будет принято. Приимут депутаты, найдем в бюджете деньги, там около 50 с лишним миллионов компенсаций. Значит, будем компенсировать. Евгения Панарина, Новости дня.